всем привет добрый день у нас не утро у нас уже второй час джашек спит у него тихий час я приняла ванну вывела волосы так что мои сосульки здесь висят не обращайте внимание на убе у меня простуда тоже не обращайте внимание это все пришло вместе с моей болячкой болячка уже так более-менее отошла одну простуды еще остались как вы знаете это берет время ну что поздравьте нас ночь третья ночь никакой груди никакого у нас молоко сосания не было так что да я понимаю что это всего привычка это всегда знала я прекрасно понимала во что я себя вляпала я считаю что самый поздний наверно возраст для удачного отучения от груди это год после года чем дальше тем сложнее ну по крайней мере мы не дотянули до двух лет как соскалит из тренетис первые трое у меня были четко год и я была более воспитанная более дисциплинированная в то время с каждым ребенком я расслабляюсь не знаю что делать но как все прошло он там он проснулся да он начал плакать я вначале его подняла и давай с ним ходить он вышел что за ходьба никаких ходьбах показывать не на кровать страдать ну ладно ляжем на кровать мы легли на кровать и он понимает что ему ничего не предлагают и давай страдать и ворочаться и скатываться с кровати я его останавливаешь он с кровати не свалился он злится что ему не дают свалиться с кровати он скатился ну как не кубарком а там ноги вперед но он слез с кровати сел на пол давай страдать что уже на полу ну короче он сам ничего не понимал что он делал и подняла он понял все таки что лучше давай ходить давай ходить туда-сюда туда-сюда и короче он так захотел свою кровать я его положила у кровати в обиженных тонах развернулся и уснул и остаток ночи спал своей кровати не просыпаясь до самого утра я уже проснулась готовить ланчи потом приготовлю подготавливать детей к школе и он проснулся не так молодец так что мы упорно идем пути от учения я думаю я думаю все у нас получится так что это конечно будет огромный плюс уже давно пора уже давно пора мне носить платьюшки за которые мне не надо волноваться что вдруг нам надо оголяться короче все нормально так что вот такой день у нас еще один солнечный день теплый с утра было морозно но сейчас уже потеплело если джашек успеет проснуться до школы я наверное в общем и виду погуляем во дворе повпитываем солнечные лучи потому что завтра это понимаю у нас опять похолодание ну как всегда такая у нас зима так что всем привет до следующего эфира хотела ответить меня спросили насчет как вот насчет паники насчет китайского вируса какого-то да там какое-то название есть я знаете почему я знаю потому что я не узнала не от американцев нет новостей хотя я новости не смотрю но я думаю кто это бы просочилась на фейсбук у меня все новости отучились фейсбук просочилась да на фейсбук я об этом узнала знаете где в русской маме то есть русской группе и в основном на данный момент панику поднимают именно от русские потому что у нас было пару постов на этот счет насчет этого вируса одна мамочка там не уже билеты куплены лететь москву и говорит стоит ли менять и вообще так что вы знаете я толком ничего не знаю ничего не до какой степени серьезный этот вирус на данный момент у нас пока молчат на этот счет и слава богу вот когда мой муж уже придет и скажет что вирус тогда уже будет будем волноваться потому что мой муж наведет паники так что на данный момент мы спокойно относимся нам хватает своих вирусов я помню когда это самая была эбола вот этот в африке сколько там паники было и когда это наконец-то дошло до техаса у нас наверно всего несколько случаев только было это эбола и в общем предотвратили достаточно быстро но нам хватило этого этой паники так что надеюсь вы знаете даже детали не знаю об этом вирусе расскажите что так что там за вирус такой этот что-то сильно страшное или или что надо походу надо пойти почитать эти посты которые девчонки сделали в группе я даже говорю я даже комментарии не читаю я пытаюсь не паниковать заранее если это уже что-то серьезное то я думаю это дойдет уже от других людей типа как мой муж тогда будем думать вот и мои отчетчики в общем джошек проснулся как раз перед выходом когда уже надо ехать за детьми у нас лето 70 градусов капец красота в свитере машине даже жарко едем за детьми я бы еще хотела сделать свои половины и габриэл сказал что уже готов к стрижке обновить свою стрижку также у нас на этой неделе в школе homecoming homecoming это как его называется короче такая эта игра баскетбольная также у нас есть на футболе и даже не знаю как это объяснить но это очень обычно эта неделя празднуется это все в нашей школе и посвящается на именно нашей баскетбольной команде и ради этого мы наряжаемся каждый день сегодня у нас был американский день короче можно наряжаться в цвета американского флага завтра у нас камуфляж у скарлет есть толстовка такая камуфляжная а у рынке ничего нет так что я думаю может быть не мешало бы сходить на магазин посмотреть может какие-нибудь кофточки есть которые можно подкупить там рядом с этой же парикмахерской новой что габриэл выбрал есть таргет то может туда забежим тоже эти конечно наряжалки не всегда на руку но сейчас эти наряжалки мне помогают подготавливать треньку школьному дню мышь сегодня наряжаемся и она как-то возбуждается и просыпается они тянет резину так что ради этого будем наряжаться она я уже на дороге джилета не хотела с нами ехать парикмахерскую мы ее сбросили домой сейчас едем не искали мама можно мне юбку снять она мне она мне давит а шо у тебя под юбкой она говорит штаны с длинными рукавами это что такое в переводе это леггинсы лосины короче вот вам новые новые высказывания длинно рукавные штаны честно говоря шире чем я привыкла не знаю может может попробовать этот новый лук реально не не то к чему я привыкла она мне дала проверить а типа тогда хорошо потому что мне всегда все хорошо а только потом и со всеми то что я привыкла может буду к старым ходить с кафтами нам не обойдется то что все пошла жара и даже и габриэл присоединился к этому чашек не сидится ему ну это вообще другое нашло не нахожу я никакого камуфляжа я не знаю у нас другие понятия разные понятия что такое красиво я не представляю вас какая цена я не знаю 32 долларов а это платьишко 30 долларов 45 долларов я не знаю что си челк ой еще одна а это сколько стоит 27,99 ну это хоть какой то болядки это это моё спорт шерк да я уверен это ох это джо-джо ох это джо-джо Все, пришли за камуфляжом Это мой размер Твоя размер Все такое ядовитое Я не могу Что такое? Два месяца до дня рождения Ни фигасе Короче, так уж и быть Купим эти часы Я запарилась Всего там, сколько мы побыли в этом магазине Уже, блин Смотрите, как получилось Все разбегаются Теперь Джашек уже Он же на одном месте не сидит Ему теперь уже рвется на волю Короче, одна в одну сторону Другая в другую, третья в третью Габриэл тоже пошел Какие-то, ну, видите, свои Часы нашел Мне, чтобы помогать Ай А на парковке Это вообще песня Пока всех усмотришь Всех в охапку схватишь Ну, мы выжили Не сделали то, что планировали Потратили на всякую ферню Попили каждому по конфете И Джашек чипсы схватил Говорю, чтоб ты что-то там знал Ай Так что не знаю Куда теперь ехать? По идее, домашку надо У тебя есть работа? Нет Мы не делали сегодня Все, что у нас было Это ревью А, ну, хоть нету Домашку уже хорошую Окей Прокакала время И ничего не готовила Я остановилась в Сэмс Клубе Сейчас куплю курицу На гриль И дети еще пиццу просят Уже готовую Так что пошла Нашла гору У меня жилета Его обожают Простила уже давным-давно Я все забываю Или не нахожу Короче, делаю сюрприз Говорю, горох Маленькая Маленький размер Вот Чтоб будет пищать Ну, ладно Только что Подкрасила я брови Потому что, типа, не хватало Волоскопа Ну, я не знаю Я вообще привыкнуть Не могу Такие широкие брови Это что, мода такая Какого хрена она так сделала Ну, короче, я виновата Я виновата Она мне дала зеркало Блин На автомате Да, все хорошо И пошла Пока рассмотрела В машине Ну, дура, блин Надо было сразу возвращаться Ну, какие там с детьми возвращаться Ребенок, подожди Фотма Минуточку Хотела сказать, что Я посмотрела Некоторые видео Насчет этого Вируса китайского И Да, видно Страшное дело Умирают Эпидемия В общем, да Страшновато И послушала этого Доктора Комаровского Комаровского, да Оказывается, у нас в Америке Уже 5 человек Заболели Я тоже понятия не имела Теперь, думаю, надо все-таки Американские новости послушать Посмотреть, что они скажут Так что, да Дело серьезное А так я жила спокойно А вы мне тут панику сделали Не, ну, надо быть, конечно В курсе дела С Джульеттой Посмотрели Криминальные Мы не смотрели Их уже не знаю Сколько недель Так что Уху А с вами буду прощаться Огромное спасибо За просмотр Вашу поддержку Комментарии Лайки, подписку И просмотр рекламы Я желаю вам Спокойной ночи До встречи И ба-бай Субтитры сделал DimaTorzok